Витаю вас, дорогие мои друзья! Сегодня приготовлю, растягаясь мясом. В этом видео будет новый рецепт простого, но вкусного теста, как и не черствия. И также покажу два способа, как сделать надейный шовчик, чтобы пирожки не раскрылись. Перед вами все эти продукты, которые понадобятся для теста. Здесь у меня молоко и вода в равных количествах. Всего понадобится 150 мл жидкости, 1 яйцо, белок в тесто, а желток для смазки. Добавила сюда 2 чайные ложки воды и затянула пленкой, чтобы желток не засыхал. Муки по рецепту ее надо взять 330-350 г. Я беру 350, но разделила ее на 2 порции. Здесь 320, а здесь 30. Эту муку добавлю уже при вымешивании на столе. Несмотря на то, что сдобы здесь немного, но тесто лучше приготовить опарным способом. В миску для замеса выливаю теплое молоко с водой, добавляю сюда дрожжи, немного сахара из общего количества, чтобы дрожжи быстрее разгулялись. И все это хорошо перемешиваю до его полного растворения. Также из общего количества 5 столовых ложек муки набираю с горкой. Все это хорошо вымешиваю до однородности. Опара получается не густая. Накрываю пленкой и отставляю для брожения. На это понадобится где-то полчаса. А я за это время приготовлю сдобу. В миске соединяю белок, сахар, соль и размягченное сливочное масло. Не забывайте, что все продукты для дрожжевого теста должны быть теплыми. Тогда оно будет хорошо подходить, намного быстрее. Получится пышное, воздушное. Опара хорошо подошла, запузырилась. Выливаю сюда сдобу и перемешиваю до полного соединения продукта. Высыпаю сюда всю муку и, как всегда, сразу замешиваю ложкой. А замешивать буду руками. Добавляю растительное масло. С ним тесто легче и быстрее вымешивается. Собираются все сухие крошки и мука, которая остается на дне. На стол высыпаю ту муку, которая оставляла и замешиваю тесто средней консистенции. Оно должно быть немного плотнее, чем мы делаем для пирожков. Чтобы они хорошо держали свою форму, хорошо сохранялся рисуночек и не расплывался. Но еще раз повторю, не делайте его плотным. Не спешите вмешивать всю эту муку. Когда чувствуете, что тесто еще очень мягкое, немного добавляйте. Видно, что уже тесто не прилипает к рукам, к коврику. Вот такое вот. Не очень мягкое, но и не плотное. Но еще и не однородное. Поэтому продолжаю вымешивать до гладкости. Помесить его надо, как обычное дрожжевое тесто, около 10 минут. Можете в конце замеса отбить. Я это часто показываю в своих видео. В общем, делайте, как вам удобно. Лишь бы тесто получилось однородным и гладким. Все, тесто готово. Округляю его, подкатываю. Посмотрите, какое оно гладкое. Миску смазываю маслом. Тесто сверху немного тоже. Накрываю сразу пленкой, чтобы оно не засыхало. Утепляю полотенцем. И оставляю для подъема. Минут через 40 сделаю ему обминку. Время прошло. Посмотрите, как хорошо подошло тесто. Пышное, мелкопористое. Делаю ему обминку. И снова оставляю для брожения. А сама в это время приготовлю начинку. Для нее мне понадобится вареное мясо. Я его предварительно отварила и остудила до теплого. В бульоне здесь соль, лавровый лист и специи. Берите по своему вкусу. Жареный лук и вареные яйца. Вес мяса и лука я укажу в сыром виде. Но мясо я отварила с запасом. Чтобы его не варить каждый раз, перекручу его с луком. Возьму столько, сколько мне надо. Остальное заморожу. Пропускаю через мелкую решетку. И по очереди мясо чередую с луком. Лук перекручиваю со всем тем маслом, на котором он жарился. Добавляю сюда сразу пол чайной ложки соли. Так как бульон я тоже хорошо солила. И к тому же его еще буду добавлять в начинку. Перец. Хорошо перемешиваю. Обязательно надо будет добавить бульон. Чтобы начинка не рассыпалась, была более сочная. Теперь попробуйте на соль, на перец. И посолите ее так, чтобы соль хорошо чувствовалась. Иначе ее вкус потеряется в тесте. Для этой порции теста отбираю 300 грамм вот этой вот уже заправленной начинки. Остальную заморожу. И высыпаю сюда яйца. Снова все хорошо перемешиваю. И начинка готова. Тесто простояло полчаса. Можно его разделывать. Коврик немного смазываю растительным маслом. Подкатываю тесто в жгутик. И делю на 10 кусочков. Весом почти по 60 грамм. Теперь все эти кусочки округляю. Сразу прижимаю. Выдавливаю большие пузыри воздуха. Получается вот такой вот гладкий кусочек. Теперь его округляю. Накрываю пленкой. И оставляю где-то минут на 10. За это время тесто немного подойдет. Клейковина расслабится. И оно легче будет поддаваться раскатке. Время прошло. Можно делать растекание. Коврик снова смазываю маслом. Много масла не наливайте. Иначе тесто будет жирное. И будет плохо слепляться. Можно раскатать в круглую лепешку. Если вы будете делать в форме пирожков. Но я хочу их сделать более объемными. Поэтому придаю овальную форму. Но не делаю очень длинными. И как всегда раскатываю. И переворачиваю гладкой стороной вниз. Вот теперь можно раскладывать начинку. Набираю столовую ложку. Полную с горкой. Теперь ее немного растягиваю. Чтобы она была подлиннее всего пирожка. И чуть-чуть уплотняю. Так будет удобнее их лепить. Половину растекаю. Сделаю с фигурными шовчиками. Закрываю сразу одну сторону. Потом другую. Середину оставляю открытой. Немного его прижимаю. Чтобы он был не такой высокий. И пока отлаживаю в сторону. Сразу сделаю вот так вот 5 штук. А потом буду делать фигурные шовчики. В вот таком вот виде они полежат. Кликовина снова расслабится. Потом можно будет легко закрутить этот гребешок. Тесто уже не будет стягиваться. Гребешок не раскрутится. И шовчик останется целым. Снова прохожусь по вот этим вот гребешкам. Делаю их более высокими. Более крепкими. Хорошо придавливаю. И теперь их надо закрутить. Одной рукой немного подтягиваю вверх. А другой вот скручиваю и прижимаю. Вот так вот. Подтягиваю, чтобы было что закрутить. И прижимаю. Получается вот такой вот шов. Смотрите. Также я эту сторону делаю гребешок повыше. Начинаю с самого уголочка. Вот защипнула его. Теперь оттягиваю. И закручиваю в такую трубочку. Закручиваю и хорошо прижимаю. Уделяю столько времени, потому что часто пишите в комментариях, что такой шовчик не получается, раскрывается. Вот, загнула кончик и хорошо его придавила. И теперь этой рукой оттягиваю, а этой закручиваю тесто и прижимаю. Не знаю, насколько это видно. Если такие шовчики у вас не получаются, я вам покажу еще один вид. Они совсем другие, но это уже настолько надежно, никогда не раскроются. Снова его поправить, придать ему форму. Эти шовчики получатся у всех. И будут они надежные, красивые. Делаю 5 надрезов. Только не прорезайте тесто до начинки. Только гребешок. В одну сторону, в другую. И придавливайте. Такой растягиваю у вас никогда не раскроется. А шовчик можно засыпать сверху еще кунжутом. Старайтесь, чтобы между тестом нигде не попала начинка. Тогда шов будет более крепким. Напишите в комментариях, видели вы такой шовчик где-нибудь или нет. Не бойтесь его придавить. Рельеф все равно будет виден, но они не поднимутся и не будут торчать, как ежики. Накрываю пленкой и оставляю где-то на 20-25 минут. Растекая и подходили 20 минут. Желток хорошо перемешала с водой и аккуратно смазывая, чтобы их не осадить. Как только смажу последний, включу духовку на разогрев. Температура 180-190 градусов. Учитывайте особенности своей духовки. За то время, пока она нагреется, смазка подсохнет и буду выпекать. Обязательно подсушивайте смазку. Она тогда в духовке не зажаривается, а запекается. Пирожки получаются яркие, глянцевые, румяные, блестящие. Очень красивые и аппетитные. Я говорила, что эти шовчики можно засыпать кунжутом. Растегая испеклись и сразу же, как только достала из духовки, смазываю размягченным сливочным маслом. Потому что сразу на них присутствует корочка, а потом становятся очень-очень мягкие. Выпекались они 20 минут при температуре 190 градусов. Средний уровень духовки подогрев вверх-вниз без конвекции. Растегая немного остыли. Посмотрите, какие они. Красивые. И вот с таким шовчиком. Тоже интересно. Красиво. Но вот очень надежно. Такой шов получится у каждого. Пирожок не раскроется. Хорошо пропеклось донышко. Посмотрите, какие они мягкие. Очень мягкие. Здесь тоненькая корочка. Тесто вкусное. Долго не черствеет. Тем более продуктов здесь немного. И давайте посмотрим, какой он внутри. Посмотрите, как много начинки. Теста мало. Несмотря на это, оно пористое, пышное. Ну а приготовить их можно не только с мясом, а и с другими начинками. Подойдет капуста. Очень вкусно с рыбой. Ее тоже можно комбинировать с вареным рисом, яйцом, зеленью. Так что пробуйте по-разному. И приятного вам аппетита. Готовьте с удовольствием. Я уверена, что они у вас обязательно получатся. И понравятся вам и вашей семье. Ну а если вам подобаются мои рецепты, подписывайтесь на канал. Залышайте комментарии. Дякую за вподобайки. И божаю вам всего наикращего. Субтитры сделал DimaTorzok